В центральном округе в мелкое ДТП попал пожарный расчёт, который мчался на срочный вызов. В КАМАЗ учебной пожарной части врезался минивэн супружеской Читы. Авария незначительная, но весьма поучительная. Шансы избежать неприятных последствий были и у автолюбителя, и у шофёра спецмашины. Расчёт поднимался по улице Широнова, и около кукольного театра должен был свернуть налево, к площади Блюхера. На пожар караул ехал в качестве вспомогательного подразделения. В подъезде многоэтажного дома на улице Павловича горел мусор. На вызов курсанты ехали по-боевому, с проблесковыми маячками. Однако это не помогло. Когда спецмашина выехала на перекрёсток на красный свет, шофёр минивэна попросту не смог сориентироваться, откуда доносится усиленный мегафоном рёв сирены. Митсубиши Шариот двигался по Ленина во втором ряду. Рядом с ним по первой полосе ехала маршрутная такси. Автобус и стал той самой ширмой, из-за которой не увидели друг друга оба будущих участника ДТП. Маяки у него вроде как были включены, но ввиду того, что справа был автобус, мне было непонятно совершенно, что там, кто там. И получается я ехал себе спокойно, зелёный свет загорелся, справа автобус, автобус тоже начинает движение, потом резко притормаживает, ну а я уже мимоходом на небольшой скорости и тут пожарная машина. Видеорегистратор, смонтированный в минивэне, позволил полицейским, а теперь и телезрителям, увидеть ДТП глазами автолюбителя. Загорается зелёный, трогаются и автобус, и автомобиль. Слышен звук сирены, водитель каунти притормаживает, пропуская спецмашину. Авария досадная, из-за неё возникла целая куча проблем. Во-первых, расчёт не доехал до места вызова, но там справились и без него. Во-вторых, почти на час встали трамваи. В-третьих, супруги опоздали на запланированное мероприятие. Муж и жена – участники творческого коллектива, который должен был выступать в Доме культуры железнодорожников. Хоть ДТП и оформили вне очереди, вокалисты на концерт не успели. Автоинспекторы, приехавшие разбираться, кто прав, кто виноват, рассудили так. Изъяны есть в действиях обоих шофёров. Водитель пожарной машины имел право преимущественного проезда, но должен был убедиться, что ему уступают дорогу. ДТП оформили как аварию с обоюдной виной участников. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.